Всем привет, с вами Дэн и у меня сегодня один из самых крутых китайских брендов АТОВАК Мне довелось в Гонконге познакомиться с их моделями практически со всей линейкой довольно-таки плотно Потому что я в нескольких местах находил дилеров, которые продают АТОВАК Ну, собственно, у нас сегодня одна из их крутейших моделей Давайте смотреть, чего у нас здесь в комплекте Комплект какой-то прям богатый, необычный Вот в этой коробочке, что же здесь у нас? А, здесь дополнительный ремешок, потому что все часы от АТОВАК идут с двумя ремешками Один, соответственно, на часах, второй про запас И это прям, это впечатляет, это хорошо И здесь давайте также посмотрим, чего у нас в этой коробочке А здесь гарантийная карточка И, собственно, буклетик такой, да, о том, что поздравляю вас с покупкой часов Ну и инструкция Инструкция в английской версии здесь на ту модель, которую я вам сегодня буду как раз показывать Ну, вообще, АТОВАК, это, их многие называют гиперчасами Потому что они делают прям такие красотулечки, которые швейцарцы делают уже за десятки Если не за сотни тысяч долларов Но китайцы, китайцы могут Китайцы могут Это китайский бренд, который продается в США, в Европе, в Юго-Восточной Азии, конечно же, в самом Китае и в Гонконге Я вот его встречал как минимум в двух магазинах, может и больше есть Но как бы не довелось Если говорить о том, что такое бренд, как он называется То все название там, это такая вот игра слов, шифр И название вдохновляло шифрованием И АТОВАК это зашифрованное слово unique, то есть уникальный Бренд сам по себе существует с 2017 года Но изначально компания, которая выпускает эти часы, она работала на изготовление часов под заказ Для различных микробрендов И у нее такой уже многолетний опыт создания корпусов, циферблатов, стрелок И механизмов в том числе Они активно берут базовые механизмы, их дорабатывают, перерабатывают, глубокая модернизация Ну, примерно то же самое, что делают, например, наши Константин Чайки Ну, чтобы вам было понятно Первую модель они представили в 2020 году И вот сегодня у меня модель 2023 года Ну, собственно, вот у них скоро еще новиночка выходит А здесь вот такая вот линейка 2020 год, Windows интересная модель Потом и Торы, Кобра, Тарантула как раз, Спейсшип И сейчас выходит скоро новинка после китайского Нового года Ну, и вот такую карточку мне ребяточки тоже подарили У них сейчас скидки в честь лунного года до 15% На сайте и в бутиках все, можно получить скидос Работают они, как я уже сказал, в сегменте сложных и необычных часов Где царят швейцарцы, типа таких вот, ну, уникальных, да, Урверк, HYT, ну и многих-многих других Сейчас мы открываем коробку и уже вы, наверное, более детально поймете, чего, собственно, я имею в виду И почему здесь вот такие, в общем-то, разлагольствования Так, значит, это сюда И вот, вот, кстати, коробка прям Прям такая дорогая, богатая Ну, соответственно, и часы здесь Не дешевые часы, статусные И часы крайне-крайне крутые и сложные Ну, ладно, хватит разговоров Давайте коробку в сторону И уже будем разбираться с этой моделью Тарантула Осталось мне только пленочку снять Да Ну, честно говоря, понятно, я эти часы уже в руках держал в магазинах Но когда ты смотришь уже на свои, да, и когда они без пленок распакованы Да Да Но китайцы могут Китайцы могут, если вы тщательно смотрите за каналом Вы понимаете, о чем я говорю Они делают то, что делают швейцарцы, опять же, десятки, сотни тысяч долларов А китайцы делают это гораздо-гораздо более доступно Ну, давайте по характеристикам, наверное, сейчас о простом, так сказать Здесь сталь 316L у нас по корпусу Циферблат, как вы видите, очень-очень сложный Трехмерный Здесь и соты, да, и сложная демонстрация часов-минут И об этом, конечно же, попозже поговорим В общем, здесь база такая, да, трехмерного циферблата Как заявлено на сайте из Меди Карбон также используется И алюминий Суперлюминола здесь есть на метках 50 метров водозащита Ну, то есть, можно под дождь попасть с этими часами Механизм на базе Miota 9039 Но глубоко и невероятно сильно модернизирован от Avac Стрелки 360 градусов двигаются Да, механизм на 38 часов запас хода 360 градусов у нас движение по стрелкам Они из алюминия и тоже карбона Ремень резиновый Есть система быстрой замены Гарантия 2 года Ну, как уже говорил, в комплекте идет два ремешка Вот у нас, получается, базовый синий Ну, и черный Они оба из резины С раскладушкой такой, да Красивый, литой И шикарно исполненный Да, здесь, ну, с этим С этим проблемой от Avac, конечно же, нет Здесь все по красоте Сделана вот такая вот интересная система Похожа на то, что делают убло Когда мы вот так вот на защелочку нажимаем пальчиком Да, и у нас вот эти штырьки, так сказать, уходят И мы легко можем поменять ремешок Ну, в общем, такая уже система Не копеечная, а система дорогая Потому что и часы дорогие Если мы говорим про то, сколько они стоят на официальном сайте Или в бутике То они стоят 2100 долларов Но, как я уже говорил, можно получить скидку 15%, чем я и воспользовался Давайте опять же про земное Про земное И все-таки посмотрим размеры 41,4 у нас по самой широкой части корпуса Если мы говорим про размер от ушка до ушка 49,8 Высота с учетом стекла Оно здесь изогнутое Сапфировое, как я уже сказал 13,5 Ну и ремешок Ремешок Давайте глянем 22, то есть любой сторонний ремень на эти часы подойдет Что на самом деле приятно Потому что, мне кажется, здесь хочется Захочется непримерно подбирать много чего разного Много чего необычного Ну и сразу давайте запястье покажу Мое запястье 18,5 в обхвате И вот такая у нас посадка Я знал, что у этой компании есть разные прям такие внеземные, я бы сказал, дизайны Да, может быть отчасти вычурные Может быть отчасти такие суперинженерные Но я решил, что что-то более такое классическое, да Более классический корпус Встали, чтобы он был И как раз вот эта модель Тарантула А эти часы называются Тарантула В честь страшного, жуткого паука Она как раз более такая вот Я бы сказал, универсальная Но при этом здесь, конечно же, есть Вот эта невероятная система отображения времени Давайте механизм уже Подзведем сейчас Звук сделан Тихонько, легонько И у нас Miota завелась И давайте теперь смотреть, чего у нас эти часы демонстрируют Понятное дело, что отображают они часы и минуты Соответственно, минутная у нас шкала здесь ретроградная Она вот по вот этой нижней части Примерно вот отметки 4 часа до 8 часов И вот эта вот трехмерная индикация стрелок На таком вот треугольничке космического типа Она у нас показывает часы Таким образом, сейчас 12 часов 36 уже где-то минут Ну и в центре у нас еще медленно так движется секундная стрелка В виде такой вот, я бы сказал, звезды что ли Но, по сути дела, синенькая она По сути дела, секунды мы здесь не можем замерять Поскольку никакого наконечника на стрелке нет И, как мне кажется, две причины, что они сделали такую стрелочку Ну, во-первых, что видно, что часы идут все-таки И второе, это то, что сделать еще больше пространства И что-то такое более активно движимое на циферблате Поскольку часы и минуты все-таки они передвигаются не так быстро Здесь, значит, у нас лимитка Номер 154 из 550 метров Отвак Ну и то, что сделано из стали И очень красиво сделанный кастомный ротор От Отвак Ну и отделано это Miota тоже по красоте В общем, выглядит все максимально-максимально дорого И, кстати, изогнутый корпус полностью И нижнее стекло, и центральная часть И верхнее стекло тоже здесь изогнутое Ну, давайте не тянуть И посмотрим, как это все движется в обычном режиме Когда мы с вами Меняем показания Вот у нас часы И вот у нас минуты Шикарная индикация Очень сложно это все сделать И понятное дело, что здесь кропотливая детальная работа С крайне сложной системой Но выглядит это шикарно То есть здесь напоминает какой-то некий космический корабль Сразу, да Даже мне больше все-таки не Тарантулу напоминает А вот именно космический корабль Космос Что-то такое вот, да Крайне-крайне необычное Шикарное И вот какой-нибудь там космический фильм Начинаешь вспоминать Ну и вот такими жалом, да Он указывает на минуты Ну и чтобы не быть голословным Давайте как раз вот здесь у нас есть спецификация В справочничке, в мануале Как раз этот механизм они здесь заявляют как свой На сайте указано, что на базе МИОТ И в общем ничего не скрывают Все тут серьезно И как я вам говорил Время для считывания у нас именно в этом секторе Минутная стрелка Это вот это жало, да Такой наконечник И вот эти вот объемные трехмерные Такие вот наконечники треугольника Отвечают за часы И соответственно вот здесь Достаточно просто показано Да, у нас 4 часа 30 минут Здесь 5 часов 15 минут В общем все довольно-таки наглядно И просто И сразу привыкаешь к этой индикации Ну вот опять же мы попробуем Да, у нас сейчас 7 часов 30 минут 35, 40, 45, 55, 60 И дальше пошло 8 минут 0 Ну и так далее От 8 до 8 Потом у нас начинается 9 часов и минуты То есть у вас всегда взгляд падает в эту нижнюю часть В районе там где-то 6 часов И вы всегда видите столько Сколько время сейчас на самом деле есть Гениально, круто, да Такая индикация была И Урверк, по-моему И HWIT Можете посмотреть на Хрон 24 Сколько они безумных денег стоят те часы Давайте опять же немножко о земном Да, сколько эти часы весят На каучуке у нас 134 грамма 134 грамм Теперь самое время поговорить по отделке Здесь довольно-таки сложный изогнутый корпус Основная часть с сатинированием Центральная часть с зеркальной полировкой Причем я вижу свое отражение Она полировка в зеркало Но китайцы это умеют, любят и часто предлагают Даже не на недорогих часах Не говоря уж о люксе, коим является Атовак Ну, швейцарцы, сами понимаете За такую оделку запросили бы много-много денег Ну, давайте наш с вами любимый тест На чтение того, что написано в этом буклетике И мы прекрасно все это видим как в зеркало Причем нужно понимать, что эти поверхности изогнутые Они не прямые Прямые-то проще отполировать, а изогнутые нет Здесь изогнутые поверхности И идеально все как в зеркало видно Как говорится, привет японцы со своей зарацией Которая стоит тысячи долларов Здесь у нас за две тысячи долларов В общем-то тоже самое Ну и заводная головка Здесь симпатичная С логотипом такая Довольно-таки сложной формы Опять же, такой технологической И весь корпус здесь достаточно технологичный При этом он, знаете, такой относительно сглаженный И это как раз позволяет назвать эти часы достаточно универсальными То есть да, здесь необычное такое космическое отображение Индикации часов и минут Но при этом часы можно носить вполне себе на каждый день Они никакие не оверсайз Они удобные И в принципе, как хотите Под кэжуал, под спорт Повседнев эти часы вполне можно использовать В этом их, конечно же, плюс В отличие от некоторых других моделей от УВАК Ну что ж, немного более детально посмотрим Здесь у нас крепление корпуса находится Он на винтах Винты под нестандартную отвертку Так что это еще придется поискать Здесь лучевое такое сатинирование идет по корпусу Очень симпатично сделано Винты хорошо отделаны Тоже такой нестандартной формы Опять же, немножко такой, знаете, космической, невземной Ну что ж, мне нравится Единственное, что я бы, наверное, назвал не тарантул А как-нибудь по-другому Объемный трехмерный циферблат И здесь объем создается не виртуально А за счет того, что действительно здесь вот эта вся индикация Она занимает огромное место Но при этом корпус не пузатый Опять же, говорит о том, что можно сделать что-то сложное и необычное Не обязательно городить из-за этого какую-то кастрюлю на запястье И здесь, конечно, китайские инженеры с этим прекрасно справились То есть, да, сложно, да, пухло Но при этом все отлично Не нужно говорить о том, что часы должны быть какие-то такие вот Оверсайз или с огромным пухлым стеклом Здесь все круто Соты видны, да, вот это сжало видно Причем, смотрите, у нас получается глубина, да, какая Вначале мы видим соты, под ним еще часть корпуса Дальше идет разметка минутная Потом такими штрихами Дальше идет разметка минутная уже цифрами Это еще одно кольцо Причем оно объемное, с такой ступенечкой И сверху идет вот то, что закрывает как бы эту индикацию Чтобы она не отвлекала нас от считывания минут и секунд Вот эта верхняя как бы такая с прорезями крышка Где как раз написано отувак, логотип и название модели Тарантула Много всего, много слоев Но при этом, опять же, говоря о том, что корпус здесь далеко не пузатый Ну и на задней крышке здесь все симпатичненько Приятно посмотреть, ну, круто Единственное, что странно, да, шрифтов многовато здесь на задней крышке Надписи одни, логотип другой И Тарантула вообще каким-то старым таким В старом стиле сделана Ну, это, наверное, единственное, к чему здесь можно придраться Может быть, еще хотелось бы внешний антиблик Знаете, чтобы был эффект отсутствия стекла Да, вот этого мне здесь, наверное, не хватает Что хочу сказать по итогам Знаете, для меня это, наверное, открытие Открытие 2024 года Поскольку я знал про эту фирму Но вживую никогда их не видел Когда увидел, я понял, за что, собственно, просит бабло И что это за часы То есть они не соотносятся с какими-то простыми поделками Которые иногда бывают у китайских брендов Здесь просто супер все серьезно Вот есть еще бренд Беренс, например Который я вам в прошлом году показывал Там тоже все на высочайшем уровне И они, кстати, стоят еще дороже Существенно дороже, чем Атовак Но я бы сказал, что Атовак по отделке не хуже Чем те Беренс, которые были на канале Понятно, что сейчас будут комментарии о том Что китайцы должны стоить там 100 баксов и не больше Но мне кажется, люди, которые пишут такие комментарии Они просто, ну, вообще не разбираются в часах И не понимают, что такое дорогие, сложные, качественные, проработанные часы Поэтому здесь могу им посоветовать Только, наверное, больше смотреть канал Гитатору Ну, вот так вот скажу, да Что касается этой модели Конечно, она невероятная, потрясающая Стоит, наверное, каждого своего доллара Но, опять же, естественно, она не для всех Она не для всех, наверное, это не единственные, не вторые Может, даже не пятые ваши часы Которые вы себе захотите заиметь в коллекцию Ну, что, пишите еще, какие есть интересные, необычные микробренды Китайские бренды, что бы показать на канале Из такого вот реально качественного, клевого Что можно в Женеву прям привезти и выставлять У меня на этом все Всем пока, с вами был Дэн Увидимся